Обвиняет собственных детей в поджоге. Житель одного из сел Криулянского района говорит, что его двое сыновей устроили пожар в его доме. Мужчину, прикованного к инвалидной коляске, спас товарищ. По словам потерпевшего, двое его сыновей с их другом подожгли вещи в доме и убежали, оставив его одного. Мужчину вытащил сосед, проходивший мимо и заметивший дым. Ребята пришли якобы меня проведать. У меня было немного колбасы и котлет, как после Рождества. От нечего делать, они зажгли спички и подожгли одежду на печи. Они закрыли дверь и убежали. Я остался один в дыму и задыхался. В прошлом году мужчина попал в аварию, после чего я оказался в инвалидном кресле. Жена с пятью их общими детьми ушла от него. В поджоге участвовали двое его сыновей 11 и 13 лет. Мужчина говорит, они могли быть выпившими. Между тем, сами дети заявили в полиции, что устроили пожар случайно. Они просто играли со спичками на кровати и нечаянно подожгли вещи. Мать подростков отказалась от комментариев. В отношении детей проводятся расследования, однако их нельзя привлечь к ответственности, поскольку им еще не исполнилось 14 лет. Предварительно в ходе следственных мероприятий полиция установила троих подозреваемых. Подростка в возрасте от 11 до 13 лет. Потерпевший не получил ожогов или травм. Его жизнь вне опасности. Ему помог сосед. В настоящее время собирают доказательства. Открыто уголовное дело. Известно, что подростки стоят на учете в социальной службе. По мнению психологов, на поведение детей мог повлиять агрессивный контент, которому доступ свободен как в интернете, так и на телевидении. Хороший специалист, который, мы надеемся, займется психокоррекцией этих детей, обязательно выявит, какой из факторов до сих пор был слабым звеном. Мы предполагаем, что отец в их жизни отсутствовал, но мы знаем, что присутствие представителя мужского пола очень важно в воспитании мальчиков. Местный мэр говорит, что отец подростков злоупотреблял алкоголем, но не был буйным. Дальнейшую судьбу мальчиков решит специальная комиссия.